Второй раз в Доброграде прошел фестиваль авторской песни про добро. Новый формат концертов собрал более трех тысяч зрителей. Фестиваль в Доброграде, пожалуй, самый юный фестиваль авторской песни. Тем не менее, внимание на него уже обратили знаменитости. В этом году площадку в Ковровском районе посетили Никита Высоцкий, Дмитрий Певцов, Александр Городницкий, Сергей Никитин. А хедлайнером финальной и, наверное, самой яркой части фестиваля стала легендарная группа «Аквариум». Борис Гребенщиков и его музыканты сыграли в формате open-air. На открытой летней сцене Доброграда, расположенной на озере. Что ж, добрый день! Какое счастье сказать вместо доброго вечера, хоть иногда добрый день! Своим сценическим привычкам БГ не изменил. Минимум слов, зато каждый на вес золота, максимум музыки. На концерте прозвучали как совсем новые, так и успевшие стать классикой песни. Музыка Бориса Гребенщикова для меня связана с юностью. Я очень любила этого музыканта, когда была совсем юной, молодой, когда еще училась в школе, в университете. Потом у меня был некоторый перерыв, я отошла от его творчества. И сейчас вот с радостью вернулась. Получаете удовольствие от концерта? Ой, да, не то слово. И от места прекрасного. Вашу любимую песню уже исполнилась? Да. Какая? Рок-н-ролл мертв, а я еще жив. Рок-н-ролл мертв. Вживую слышу впервые. А как площадку, может быть, эту оцениваете? Прекрасно. У нас самые лучшие места. Недорогие, я отлично. Мы приехали сюда ради Доброграда. Здесь всегда очень хорошие концерты, мероприятия. Ну и Борис Гребенщиков тоже нам очень нравится. А на каких еще здесь концертов были? Мы были здесь на Катане, Плющенко, и были еще на Акопяне, на скрипке. Мы вообще любим рок и авторскую музыку. Ну, Борис Гребенщиков просто расслабить мозг приехали. Я считаю своим долгом этот концерт посетить, потому что я думаю, что это огромная величина в нашем искусстве. И приехав в Ковров, конечно, все уважающие себя люди просто должны быть на этом концерте. Я в восторге. Я просто в восторге. Великолепно. Душевную атмосферу концерта отметили и участники группы «Аквариум». Борис Гребенщиков от интервью традиционно отказался, но его сына Глеба Гребенщикова нам все-таки удалось немного разговаривать. Я вообще люблю на природе играть, поэтому всегда хорошо. Воздух, люди, солнышко. Мы вообще любим и знаем область. Я в Суздале прожил целое лето как-то. И техники у нас у Владимира. 2018-й особый год для авторской песни отмечают организаторы фестиваля. В январе исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Плюс 85-летие отметил один из основоположников жанра – Александр Городницкий. Во Владимирской области авторская песня развивается. Интерес к ней не угасает, и это дорогого стоит, говорит вдохновитель фестиваля «Про добро» Олег Митяев. Фестиваль в Доброграде он ставит выше фестивалей Приморья и Курска. Здесь-то просто царство авторской песни. На сегодняшний день вот такого нет нигде. Ни на Дальнем Востоке фестиваль «Приморские струны», ни в Курске «Соловьинная трель». Ну, пожалуй, Эльменский фестиваль в Челябинске и Грушинске. Но Доброград – это особенный фестиваль, потому что он не только чистых авторов исполнителей приглашает, но и совместные жанры. Просто что-то для интеллигентных людей. Я думаю, что на следующий год, может быть, приедет Михаил Жванецкий, может быть, приедет Вера Полозкова. Это интересно, и помимо песен. Можно приглашать педагогов сюда, для того, чтобы с ними встречался, например, Михаил Козинник или Ямбург. Это выдающиеся педагоги. У них есть чему поучиться. А национальная идея наша, я считаю, это образование и воспитание. Лирика бессмертна. Без нее человеку никуда, считает Олег Митяев. Но в ней, как и в любой сфере жизни, важна преемственность. Молодежи нужно прививать любовь к авторской музыке. Хороший, добрый, вечный. Одну группу с названием Доброград в честь уникального ковровского города, где любят и ценят бардов, с этой целью Олег Митяев уже создал. На самом деле, в мир авторской песни я погрузилась года четыре назад, когда попала в коллектив Олега Григорьевича, еще в Челябинске. Для меня это стало большим открытием. Я в первый раз поехала на Эльменский фестиваль. Там я познакомилась с творчеством Галины Хомчик. Я в полном восторге от авторской песни. Мы поработали над программой, и вот уже здесь представляем три песни. Мало кто знает, но основатель Доброграда Владимир Седов и сам является лауреатом знаменитого Грушинского фестиваля. Любит и ценит авторские песни, иногда поет сам. Программа фестиваля «Про добро» каждый год предусматривает открытые микрофоны, творческие ужины и мастер-классы для молодых исполнителей. Так что Доброград, помимо статуса города-курорта, скоро может приобрести еще один хорошей школы для будущих музыкантов. Оксана Котова, Губерния, 33.